Всем привет, в эфире канал Алиэкспресс Байер и в этом видео я расскажу про стекло защитное для смартфона Asus Zenfone 5. Стекло это купил за 100 рублей, посмотрим что оно из себя представляет, но заранее хочу сказать о самом смартфоне, то что я с ним хожу уже больше месяца наверное, и за это время стекло смартфона не повредилось, то есть без защитного стекла я очень доволен как оно сохранилось, но тем не менее береженого бог бережет, поэтому давайте вскроем стеклышко, посмотрим что оно из себя представляет. Внутри несколько салфеток, какая-то дикая штукенция, не знаю что это такое, сейчас поймем, что-то вроде накладной и само стекло. Стекло сверху имеет вырез под челку, как и на смартфоне, больше каких-то особенностей назвать не могу, давайте вытащим смартфон из нашего крутого кожаного чехла, обзор кстати на него будет, ссылка в описании, кому интересно. Сделаем первую прикидочку, следующим образом это будет выглядеть, пойду клеить это стекло. Итак, стекло я наклеил, наклеил его легко и просто-просто протер экран влажной салфеткой из комплекта и фиганул стекло. Стекло по размерам получается меньше, чем экран, немного. По цветам отлично, по чувствительности экрана отлично, по качеству скольжения пальца, как это олеофобное покрытие называется, я доволен. Сразу нюанс говорю, из-за того, что стекло меньше по размеру, когда начинаешь свайпать от крайнего бока, чувствуется палец задевает за стекло, оно немного острое, не очень приятное ощущение, но оно сразу уходит на нет, если мы одеваем смартфон в чехол. В чехле получается, что вот эта крайняя рамка выше рамки стекла и уже палец не задевает, а стекло. Короче, если у вас чехол с высоким бортиком выше экрана, то этим стеклом можно пользоваться. Из интересного, в комплекте была вот такая вот пластиковая, ее можно понажимать, капсула с некой жижей, мануал, в котором написано по-китайски, и непонятно, что от нас хотят, но есть QR-код. По этому QR-коду я зашел, там видос, я сюда его прикреплю. Такая тема, если вы наклеили стекло и у вас сбоку появляется белая полоска, причем там на видео она такая сильно выраженная, то надо вот этой штукенцией пройтись и залить в щель вот эту волшебную жижу. Кстати, если посмотреть под углом определенным, то видна вот эта белая мутная полоса, ради которой нам положили вот этот тюбик. Сейчас я попробую тогда эту жижу туда заправить. Кстати, этот тюбик работает как пипетка, то есть он может жидкость как отдавать, так и забирать себя внутрь. По составу это без запаха жидкость, но она очень маслянистая, мне как будто бы силиконовое масло оно напомнило. Прошелся я по боку, особого эффекта здесь не наблюдается, все равно видно вот эта мутная рамка. Но, друзья, честно говоря, мне пофиг, за такую цену 100 рублей я похожу с этим стеклом и буду доволен. Вот такой обзор стекла получился, может быть немного сумбурный, но как вышло. Надеюсь, что был вам полезен, спасибо за просмотры и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok